Празднование Дня Славянской Письменности в Карачаево-Черкесии уже стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения и традиционный крестный ход. Подробности у Али Баташева. Крестный ход проследовал по улице Комсомольской от Никольского собора Черкеска до памятника равноапостольным святым Кириллу и Мефодию, расположенному у здания Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Радостные пасхальные песнопения сменились молитвой просветителям. Ненастная погода не стала препятствием к празднованию Дня Славянской Письменности и Культуры. Значение трудов Кирилла и Мефодия в истории России имеет непереходящее значение, говорили выступающие. Они сделали азбуку, они открыли великие труды, европейские труды, византийские труды, церковные, светские. Для всех славянских народов и для всех народов, живущих в нашей стране. Благодаря их труду мы с вами научаемся как при мудрости Божией, так и при мудрости человеческой. Мы их за это благодарим, мы им низко кланяемся и просим у них сегодня, чтобы они помогали всем нам. Не было бы письменности, не было бы государства, не было бы культуры, не было бы народа, который общается на русском языке. Язык является фундаментальной основой единства страны. Он формирует общее гражданское, культурное и образовательное пространство. Примечательно, что скромный монумент святым Кириллу и Мефодию, открытый в 2003 году в Черкесске, стал первым памятником просветителям на Северном Кавказе. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия.